ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Праздничные молекулы. Продолжение следует. Пафос. Всем привет! Это финальный выпуск «Орла и решки». И за этот год у нас было столько побед. Он огромный, блин! А сколько было взлетов и погружений. ДАААА!!! Было очень много сложностей и обломок. Сёрфинг здесь не очень. А сколько раз мы справлялись с обстоятельствами, становились героями. Полетели спасать людей. Это страшно и круто одновременно. И сейчас мы приехали отмечать во Флориду на квест. Это тот момент, тот торжественный момент, в котором мы в последний раз узнаем, чьим верным спутником будет золотая карта, а кто будет рыдаться из 100 баксовую бумажку. Орел. Решка. А ты знаешь, Алинка, давай ты подбросишь. Коля, это так мило. Это так мило. Хорошо. Готов? Я себе сюрприз просто сделала, да? Алинка, это так мило. Вот умеешь-то испортить праздник. Ну вот… А почему здесь я? Так хорошо начиналось, вспоминали, всё хорошее. Так всё, и сейчас будешь вспомнить. Давай мне рюкзак, всё, всё. Сама же подбросила. Вы видели, она сама подбросила, ещё я виноват. Хотя победители, как говорится, не грустят. Друзья, для финального выпуска этого сезона мы выбрали самый теплый, самый южный и самый солнечный город Америки. Окунемся же в это самое-самое вместе и отдохнем как следует. Воу-воу-воу, это конец сезона. Это решка Киев-Уэст. Ря! И я уже не такая зеленая, как 100 баксов. И поэтому этот уикенд я проведу за рулем тачки. Сейчас расскажу как. Ребят, от сердца отрываю очень крутой лайфхак. В Америке есть клевое приложение, называется Тура. Это такая альтернатива рентала машин. Во-первых, здесь можно дешево арендовать машину без залога. В чем суть? Ну, допустим, кто-то уезжает из города и может на время отъезда сдать свою машину в аренду. Либо у кого-то несколько машин. Это гораздо дешевле. То, что мне надо. Посмотрим, что есть на Майдаде. О, вот 26 долларов. Отлично. Так, берем. Блин. Оплата картой. Вот и весь лайфхак. У меня тут только наличка. Как ты думаешь, можно попросить кого-то заплатить? Извините. 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 Извините, можете мне помочь? Вы знаете приложение Тура? Тура? Да, конечно. В общем, я хочу арендовать машину, но у меня нет кредитной карточки. Можете вы заплатить своей, а я вам верну наличкой. Вернете наличкой? Да, давайте. Спасибо большое. Какие здесь чего люди все-таки. Еще раз спасибо. Да без проблем. Войди аккуратно. Ну а теперь осталось забрать тачку у владельца. Здравствуйте. Привет. Меня Алина зовут. Джамин. Знакомьтесь, эта девушка на днях прикупила себе новую машину. А старую сдает через приложение таким туристам, как я. Скажите, а когда нужно вернуть машину? Возвращай завтра вечером. Серьезно? О, полтора дня. В моем распоряжении вот эта крошка. Хюндай Саната. Беленький, скромненький, повидавший виды. Четырехдверный седан. На 178 лошады. Не ракета, конечно. Но ездить можно. Правда, есть нюанс. Покажете машину? Да-да, обязательно. Перед тем, как взять тачку, нужно зафиксировать все царапины и битости, чтобы потом не было проблем. Такие-то царапинки вот здесь, да? А, тут полностью вот была проблема какая-то. Ну а так, в общем, она очень даже целая. Это пока. Я просто еще не ездила. Формальностью соблюдены машина моя и всего за 26 долларов. Ключики. Спасибо. Я надеюсь, что с ней будет все в порядке. В Америке нужно однозначно брать машину. Потому что слишком большие расстояния для автостопа и надо знать, как ходит общественный транспорт и вообще есть ли он. Поэтому машина – это, конечно, мастхэв. Да, из окна тачки гораздо приятнее рассматривать окрестности. Вот удивительно, несмотря на такую жару, тут все такое зеленое. Смотри, пальмы, деревья, все такое насыщенное, сочное. Красиво, конечно. Ты не меня снимай, ты вот зелень снимай. Посмотри, как красиво. И это красота в Ки-Весте круглый год. Здесь температура никогда не опускалась ниже нуля. И даже зимой держится в районе 20 градусов. Поэтому в этот мягкий тропический климат с радостью приезжают отдыхать как сами американцы, так и другие туристы. Идеальный город для финального выпуска сезона. Пальмы, океан, настроение! Уху! Ки-Вест. Маленький американский городишко с кварталами ровных улиц и низкими частными жилищами. В начале 20 века это был настоящий сигарный центр США. Здесь работало аж 160 фабрик. Но со временем они все разорились. И теперь город живет исключительно за счет туризма. Сам же Ки-Вест находится на самом кончике архипелага Флорида Кильс, который объединяет более полторы тысячи островов. А самые крупные из них связаны мостом Семимей. Только представьте, это целых 11 километров дороги посреди океана. За это он по праву считается одним из самых длинных мостов в Америке. И если Ки-Уест больше любят бюджетные туристы, то все богачи отправляются на противоположный конец Флориды Киз – в местность Ки-Ларго. Ведь это настоящий рай для дайверов, где можно сутками рассматривать подводные достопримечательности, даже не вылезая из воды. Чем я и собираюсь заняться. Здравствуйте. Слушайте, друзья, впервые за всю историю Орелы Решки для того, чтобы поселиться в отеле, нужна не только золотая карта, но и дайверский сертификат. А все потому, что отель Джулс Андерси Лодж, в котором я буду жить, находится под водой на глубине 7,5 метров. Это, по сути, батискаф. Размером 4,5 метра в длину и 6 в ширину. Он вмещает две каюты, коридор, душевую и кухню, воздух в которую подают с помощью специальных насосов. Ну все, с этого момента я официально перестаю быть наземным телеведущим и ухожу под воду. То есть можно сказать, что я погружаю свой отдых в прямом и переносном значении этого слова. Раньше это была научная лаборатория, в которой жили ученые-акванавты и изучали океанское дно. Ну а когда исследования были окончены, батискаф переделали в отель. Первый подводный отель в мире. И теперь каждый турист может ненадолго почувствовать себя настоящим подводным жителем, заплатив 1700 долларов в сутки. Это так странно. Снимать себя. Раздевать, как разуваться перед входом в квартиру, надо снимать свое дайверское оборудование. А, здесь душ, да? Сразу в душ омыться от соленой воды, чтобы заходить себе в номер уже чистеньким. Так, вот здесь находится моя одежда, которую доставляют специально в пакете, который в пакете еще в одном пакете. И еще пакет, чтобы наверняка было. Это все в специальном контейнере, для того, чтобы не промокла. Вот мои шорты и футболка. Не буду же я по номеру ходить в клапку, правильно? Ну что ж, осмотрим мои владения. Это спальня. Скромно, компактно, с мягкими стенами. Ну, в принципе, а что еще можно ожидать от спальни для акванавта? Так, а что в следующей комнате? О, кухня! Здесь такой, вытяжка. Надо помыть кухню. Слушайте, ну прикольно, телевизор есть. Холодильник. Кофемашина. Раковина. Микроволновка. И фотографии акванавтов, которые здесь находились еще до того, как это превратилось в отель. Но плиты у них нет. Все, а вдруг мне есть захочется? Что, мне нужно будет в ресторан сплавать? Нет, этот вариант не подходит. Интересно, есть ли у них room service? Надо проверить. Итак, осмотрим городок Ки-Вест детальнее. Достопримечательность первая. В Ки-Весте есть единственный в Америке маяк, который находится прямо на материке. Ну то есть на земле, а не в воде. В центре города, ребят. Вход стоит 10 баксов. Но если честно, я считаю, что вид того не стоит. Дим, дай камеру покажу. Хоп! Этот маяк уже не действует, а служит обзорной площадкой. И говорят, это лучшая смотровая Ки-Веста. Ну что, красиво? С вас по 10 баксов? Достопримечательность вторая. В Ки-Весте находится дом Химангуэя. Писателю так понравился местный климат, что он остался жить здесь на целых 9 лет. И сейчас в его доме находится музей. Вход 14 баксов. Фоточку на ладошке получится? Блин. Достопримечательность третья. Я приехала в самую южную точку Америки. Точнее, в очередь с туристами, которые приехали в самую южную точку Америки. В честь которой на берегу установили вот такой яркий буй. Каждый американец считает своим долгом приехать сюда. Ну и, конечно же, сделать фото на память. Сфоткаешь меня? Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Это Николай. Можно у вас заказать еду? Чего я хочу? А давайте пиццу. Окей. Прикиньте, есть. Сейчас пиццу привезут. В отеле Джулс Андерс Лодж есть крутая услуга – доставка в номер. То есть, можно вот так просто заказать с берега любую еду и вам в контейнере ее доставят прямо к двери. Ну, то есть к люку. О, пицца. Это начальник. Чаевые. Спасибо большое. Оп. О, горяченько еще. Пицца с грибами и сыром. Слушай, мне нужно было заказать с морепродуктами. Тогда бы доставщик пиццы просто бы… Опа. Креветочки. Сюда. Осьминожка. Туда же. И были бы свежие морепродукты. Но хорошая мысль всегда приходит позже, чем лучше. Ну, приятного аппетита меня. Спасибо большое и вам. Даже обычная пицца с грибами и сыром на глубине приобретает какой-то особый оттенок. Я не знаю, это романтично. Действительно. И все же главное для туриста в курортном городе – это пляжи. Их в Ки-Весте предостаточно. Ближайший называется Южный. Так, подождите-ка. Это все, что ли? Мы так не договаривались. Последний выпуск сезона. Где пляж? Ладно, будем инспектировать то, что есть. Плотность населения. Несмотря на то, что пляж совсем небольшой, места хватает всем. Я бы даже сказала, что пустовато. И это подозрительно. Вода. Конечно, такая грязненькая и немного попахивает. Но когда это останавливало туриста? Если приехал уже к океану, к морю, ну все, купайся. Песок. С таким песком и шезлонгов не надо. Мягкий, чистый. Ой, спится хорошо. Инфраструктура. Тут есть пару кафешек, шезлонги, зонтики, понятное дело, добротные пальмы и какие-то непонятные штуки. Но у меня есть пару вариантов, что это. Возможно, это лежат. Почему нет? Смотрите, как удобно. Можно читать, сковыряться в телефоне, ну и наклон очень удобный для загара. Хотя нет, не то. Ну нет, нет. Ладно, на самом деле это игра. Нужно попасть таким мешочком в отверстие. Происходит примерно так. Хоп! Один человек возит вот эту штуку, а второй пытается попасть. Но знаете, в чем печаль? Я тут совсем одна. И поиграть мне в эту увлекательную игру не с кем. Каждый год сотни людей грустят на пляже. И в одиночестве не могут играть в игры. Поэтому увидишь на пляже одинокого – заговори с ним. Обними. Поиграй. Оказалось, мой отель находится на уникальной территории. Джон Пинникамп Корал Риф. Это первый подводный заповедник в США, размером в 70 морских миль. Это как мегаполис, только под водой. И я, как настоящий подводный турист, решил по нему прогуляться. Вот аллеи и скверы из водорослей. По которым любят прогуливаться влюбленные парочки – серые рыбки-ангелы. А здесь целая группа рыб-саргов торопятся на экскурсию. А тут многоуровневые бизнес-центры, где в офисах сидят солидные воротилы-лобстеры. Сейчас спросим у местного жителя, рыбы-жабы, как пройти главные достопримечательности. Статуя Христа из бездны – это символ Келларга и всего американского дайвинга. Ее установили более 20 лет назад на глубине 8 метров. В честь всех фридайверов и аквалангистов, которые погибли в здешних водах. И с тех пор эта статуя считается оберегом для всех дайверов мира. Я приехала в еще одно очень популярное туристическое место. Никогда не догадайтесь куда. Хотя я вам очень прямо намекаю. Может показаться, что я зашла в сувенирную лавку, посвященную бабочкам. Но пройдя мимо всех этих безделушек, можно попасть в рай, где царят бабочки настоящие. Ух ты! Они прям так летают. Боже, как во сне. Все такие яркие. Я такое количество бабочек видела только в музее, где они иголочками были так прикреплены в рамках. А тут живые. В этой оранжереи представлена коллекция из порядка 60 видов бабочек, собранных со всех уголков планеты. Здесь можно увидеть, как они появляются на свет. А вот это вот только те, которые недавно появились. А также узнать, чем они питаются. Фрукты, сладости, все сладкое. Но самое прикольное, этих милых созданий можно рассмотреть вблизи. Как картинка. Но все же трогать их нужно с особой осторожностью. За крылья бабочек брать нельзя. Они от этого могут погибнуть. И изначально у них вообще, в принципе, крылья прозрачные. Они просто покрыты маленькими чешуйками, как мозаикой. И если потрогать крылья, эти чешуйки можно просто сломать. Поэтому очень аккуратно можно касаться только лапок. А вот на лапках расположены вкусовые рецепторы. Когда бабочка садится на цветок, она чувствует его вкус лапками. Необычно, правда? И самый сложный орган у бабочки – это ее глаза. Они состоят из 6 тысяч частей. Это помогает им увидеть объекты на расстоянии. А вот меня они видят размыто. К тому же у них отсутствует слух. И распознают они лишь вибрации. Но самое важное то, что общение с бабочками считается хорошей антистрессовой терапией. Местные верят, что эти милые создания наполняют человека позитивной энергией. Так, время немножко замедляется, если честно, в этом месте. Недалеко от статуи Иисуса Христа находится еще одна достопримечательность. Мемориальный риф Нептуна. Сначала кажется, будто гуляешь по затопленным улицам мифической Атлантиды. С ее разрушенными храмами. Покрытыми водорослями памятниками. И древними постаментами. Но на самом деле это все не что иное, как первое подводное кладбище в мире. Его глубина 12 метров. Площадь, как 9 футбольных полей. А памятников и склепов здесь 125 тысяч. Причем упокоиться в таком необычном месте может каждый желающий. За одну тысячу долларов. Но кроме своего основного значения, это кладбище имеет еще ряд важных функций. Во-первых, большинство здешних могил принадлежат погибшим дайверам. Поэтому инструкторы часто устраивают здесь экскурсии для своих учеников. Чтобы показать, шутки с глубиной плохи. А во-вторых, это кладбище один из самых больших искусственных рифов в мире. По задумке его создателей, он символизирует круговорот жизни в природе. Ведь здешние могилы стали по сути местом жизни для сотен подводных жителей. Вот такое вот перевоплощение. Напомним, Ки-Вест – популярный курортный город. И жилье здесь стоит дорого. Поэтому самый бюджетный вариант – кемпинг. Это специальные места, где разрешено ставить палатки. И вот такие трейлеры. Ну или по-нашему дома на колесах. Причем американские кемпинги – это не просто огороженный пустырь. В американских кемпингах есть абсолютно все. Стол для чистки рыбы. Мангал. Место для костра. Раковина. Душ. Уборная. Прачечная. Игровая. И куда же без бассейна? Ну и стоит эта американская мечта – 43 доллара. Именно столько я заплачу за аренду места под мою палатку. Надеюсь, сумею ее поставить. Сначала мне нужно основание положить, да? Ага, а как мне их забить? Нужен какой-то камень. Две дуги. Куда же их девать? Готово. Готово. Тайец победителя. А я продолжаю гулять по своему подводному мегаполису. И сейчас отправлюсь к еще одной местной достопримечательности – кораблю Шпигель Гроув. Это бывший десантный корабль, который с честью прослужил американскому флоту более 30 лет. А когда его срок истек, корабль решили затопить. И теперь это один из самых крупных затопленных кораблей в мире. Его размеры впечатляют. 25 этажей в длину и 25 метров в ширину. Да это же целый небоскреб под водой. Но самое интересное – затопление этой махины обошлось в 1 миллион долларов. А все ради того, чтобы сделать из него искусственный риф для местной живности и привлечь сюда новых туристов. Правда, под силу это только опытным дайверам, которые сумеют преодолеть более 30 метров глубины и продержаться долгое время в 13-градусной воде. Поэтому увидеть шпигель Гроув для дайвера – то же самое, что покорить высокую вершину для альпиниста. Так что еще один почетный трофей уходит в копилку морского сезона. Вечером все жители городка Ки-Вест собираются на Дьювол Стрит. Где каждые выходные играют музыканты, работают аттракционы и продается уличная еда. Сколько стоит? 20 долларов. 20 баксов, которых у меня уже нет. Но вся прелесть таких мероприятий – бесплатная дегустация почти в каждой палатке. А что это? Ананасовый фреш. Холодненько. Ну что, как? Вкусно. Попробуешь? В общем, полный движ Париж. Но главное – бесплатно. Клак! Ну а мне после такого насыщенного дня под водой на веселье сил просто не осталось. Так что спокойной подводной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же жарко! Ох, елки! Я как паровая котлетка. Фух, очень жарко. Не могу сказать, что тут прохладнее. Ну, хотя бы ветер. Ладно. Переодеваюсь. Ну а пока Алина только продирает глаза, я уже делаю зарядку. Доброе утро! Последний день в этом городе. И последний выпуск в этом сезоне. Даже немного грустно. Олень, господи, ты видишь, это олень. Олень, маленький олень. Вот видишь. Ты видишь, это олень. Это маленький олень. Я в шоке. Он хвостиком биляет. Какой хороший. Хороший. Иди сюда. Какой красивый тоже бэмби. Иди сюда. На. Тебе листочек дам. Иди на. На. Маленький. Иди. Иди на. Иди. Иди. Это маленький олень. Я в шоке. Просто вот так вот. Олень. Бэмби. У меня был контакт с оленем. У меня был контакт с оленем. Блин, я так близко никогда в жизни не видела. Просто так подошел. Прямо так глаза у меня посмотрел. Какая прелесть. Пожалуйста, аккуратно ездите в Америке. Видите, это не миф. Они реально могут перебегать дорогу. Я в шоке. Ну а пока Алина разбирается с оленями на дороге, я решил наконец покинуть свой подводный мир. Что я под водой уже прозяп. Выполз на пляжик. Чуть-чуть отогреться. И перекусить. Я приехал в ресторан, в котором готовят вкуснейшего и редчайшего каменного краба. Вы скажете, да вы задолбали. Сколько вы можете есть редчайших крабов? Их же на всех не хватит. Хватит. Поверьте, хватит. Сейчас узнаете почему. Дело в том, что крабов здесь не убивают. Их вылавливают, отрезают одну клишню и выпускают обратно в океан. А новый отрастет заново в течение 18 месяцев. Пиццу я ел под водой. А для того, чтобы поесть краба, я все-таки вылез на поверхность. Человек-загадка. Здравствуйте. Рады приветствовать. Я Николай. Слушайте, а я уже знаю, что хочу. Я хочу попробовать каменного краба. Отличный выбор. Какие именно желаете? А какие есть? Оказалось, стоимость блюда зависит от размера клишни. Семимесячные стоят 15 долларов, а самые большие трехгодичные – 50. Оказывается, что они мало того, что разных размеров, они еще и разного вкуса. Поэтому, ну, когда я еще приеду в Киево. Поэтому я взял все. Он говорит, ну неплохо. Не каждый может себе позволить. Я говорю, да я просто не каждый. Несите. Сейчас попробуем. Итак, клишня семимесячного краба. Ну что, отведаем мясо. Я не буду не макать ни в какой соус для того, чтобы попробовать, какой же все-таки вкус. Свой, естественно, настоящий вкус у каменного краба. Ну, по вкусу краб обычный. Чего-то каменного я в нем не нашел. Ну, обычный краб. Слегка напоминает рака, но только разве что нежнее. Может, мясо из большой клишни отличается? Это большая клишня, она как будто керамическая. Вот большая клишня, она помягче чуть-чуть. Мясо помягче. Видно, крабу уже тяжело двигаться, он огромный, поэтому мясо более мягкое. Краб не спортивный. Мне кажется, фишка этого блюда не во вкусе, нет. Фишка этого блюда в способе приготовления. Потому что ты ешь, а у тебя где-то внутри греет мысль, что ни один краб во время этого блюда не пострадал. Хэппи-энд. И на конец морского сезона отлично подходит такой хэппи-энд. Ни один краб не пострадал. Я приехала в очень популярный бар на причале. Его любят местные и мне кажется, что это прям вот обязательная точка посещения для каждого туриста. Но в чем его фишка, я сейчас вам покажу. Простите, девушка, мне нужно ведро рыбы. Ведро рыбы? Вы уверены? Да. Спасибо. Класс. Да, ребят? Ведро рыбы. Конечно, это ведро с рыбой буду есть не я, а рыбка покрупнее. Атлантический тарпон. Это такая серебристая рыбеха, которая может вырастать до двух метров и весить 160 килограмм. Водится в теплых водах Атлантического океана и питается мелкой рыбой. А в местном баре служит еще и забавным аттракционом для туристов. Матрешки-матрешки, он огромный. Я не хочу его кормить. Он на фотках был намного меньше. Мамочка дорогая, он был намного меньше. Что это вообще? Он где-то метра полтора. Вот эти ма… А, та акула! Капец, ты видел? Ты видел? Только что акула проплыла. Да даже без акулы эти полтора метровые ребята мне… Ой, он видит меня, он видит. Так, перчатки я снимаю. Я не хочу их кормить, я не хочу их кормить. Ой, блин. Мне очень страшно. Смотри, они все видят. Глянь. Если она меня утащит туда. Блин, мне страшно, капец. Блин, он же огромный. Он реально полтора метровый. Вот тут вообще двухметровый. Вот этот смотри, он просто как я ростом. Я боюсь пипец. Хорошо, 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 хорошо. Ладно, ладно, ребят, давайте еще раз. Я вам рыбу, вы мне жизнь. Все честно. Ой, вот. Так, без моих рук. Получилось! Точно в цель! 9 очков! Мне кажется, я похудела сейчас. Блин, она прям вот так вот делает руку. Ко всему прочему, этот аттракцион опасный. Рыбка-то хищная. Ааа, смотри, блин. Продолжаем нашу охоту. Эту уже руку не буду использовать. Как говорил один матерый рыбак, если откусили левую руку, подставь правую. И когда думаешь, что вот-вот уже приноровился, в любой момент вас могут атаковать сзади. Это что? Ты откуда взялся? Кража! Я вообще в шоке. Ну иди сюда и ты, цапля. Только тебе надо поменьше. Как ты это съешь с такой шеей? Посмотри как. Это невозможно. Тебе надо порезать, сашими сделать. Давай я сейчас покормлю рыб, а потом тебя. Реально, ну ты же дышать даже не сможешь. Стоит, облизывается, горло вот такое. Подожди, давайте в порядке очереди. В общем, друзья, если хотите острых ощущений и полного единения с природой, вам сюда. А с меня на сегодня хватит. Хватит. Ну блин, кровь осталась. Все, хватит, я накормилась рыбок. Всех, всех зажарить, зажарить, зажарить. Да простит меня Гринпис. Побывав на Ки-Уэсте, мы будто перевернули еще одну главу о морских путешествиях. Опа, креветочки, сюда, осьминожка, туда же. Главными иллюстрациями которой были наши эмоции и впечатления. У меня был контакт с оленем. У меня был контакт с оленем. Ну а главное, после этой истории непременно захочется читать. Ну, то есть, путешествовать снова. Слушай, ну прикольно. Моя рука была внутри рыбы. Это так экологично. С вас по 10 баксов? Да вы задолбали. Хватит. Я как буровая котлетка. Человек-загадка. Мы так не договаривались? Какие девчонки люди все-таки. Хэппи-энд. Пальмы, океан, настроение. Вот конец сезона. Алинка, привет. Что это за конструкция такая? Это беседка на воде? Да. Это беседка на воде. Алинка, просто финал морского сезона. Поэтому, ну, праздновать финал морского сезона на земле, это как-то не комильфо. Это правда. Такой праздник, а закат какой, ужин, Коля. Это я все подготовил. Спасибо. Вообще, как прошли твои дни? Кого интересует, как прошли мои дни? У нас финал сезона, поэтому давай говорите, как прошел сезон. Сколько у нас всего было крутого, яркого в этом сезоне. Сколько впечатлений интересных, сколько необычного, сколько тачек сменили. Коля, можно я поем пока? Ешь, конечно. Вот скажи, что у тебя самое яркое впечатление за сезон? Что ты можешь такое вспомнить и сказать, вот этим у меня характеризуется мое морское сезон. Кроме этого лобстера, марлин, наверное. Марлин, точно марлин. У меня столько впечатлений, что оно прям не хочет держаться внутри, я хочу делиться этим. Вспоминать и проживать это заново и заново. Вот, например, одно из самых милых впечатлений – это вот эти черепашки в Мексике. У меня даже нет слов для того, чтобы описать это чувство. Одно из самых ярких и острых – это как я в Юрмале прыгал голый с банджи-джампингом. Угу. Сколько тач, а ламборгини у меня был здесь. Удивительно морской сезон. Марлины, акулы, дельфины, черепашки. Алинка, а сколько мы с тобой встречали рассветов и закатов? Обалдеть. Какой красивый закат, какой вид. Да, Коль, сегодня волшебный закат сезона. Да, а после каждого заката обязательно наступает рассвет. Сегодня закат сезона, а скоро будет рассвет сезона. Это интересненько! За новый сезон! Друзья, спасибо за то, что вы все это время были с нами. Ребята, спасибо вам! Уху! Друзья, по старой доброй традиции, финальную бутылку сезона морского прячу я. Мне очень приятно, что мне была бы такая честь и я докажу, что я достоин этого. И в этот раз вместо 100 баксов я буду прятать больше, чтобы вы могли себе больше позволить. 100 баксов – это основная сумма. И специальный бонус от Николая – 1 бакс. Кто-то сейчас иронично скажет 1 бакс. Что это? Что значит, что это? Из одних вот так вот баксов копеечка-копеечки, доллар к доллару складывается 100 баксов, а потом вот так вот и золотая карта – ваша супер-бутылка. Вон там. Мощный клад от меня и Орла и Решки ждет вас в американском городке Ки-Уэст. Сиби Харви Рест Бич Парк. Там отыщите беседку и загляните под четвертый столбик справа. Кто знает, может, счастливые 100 и 1 бакс достанутся именно вам. Удачи, друзья! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова